Музыка Получается у нас плазма зажигодная Да, точно, звездная плазма И эта звездная плазма имеет устойчивость И имеет матрицы Имеет кумулятивный накопленный результат То есть, если мы работаем с энергиями из космоса Их прикидываем, себя впитываем То они автоматически начинают работать сами по себе То есть, мы как оператор здесь заземляем эти энергии И через себя начинаем проводить Как через проводник высших сил Мы, наше многомерное энергополе Становится проводником высших энергий Вот в чем разница между роботом Андроидом каким-то И духовным человеком 21 века То, что владея Духовными практиками Мы становимся другими А про экономику мы с вами рассмотрели Мы все примерно в этом блине размазаны Ну, кто-то чуть багажнее У кого-то два дома, у кого-то три У кого-то один Это вообще не принципиально На двух машинах одновременно поехать невозможно все равно Надо все равно одну машину за один раз Также и в физическом плане Невозможно вот постоянно под помидоры захватывать все новое, новое, новое Уже все поддельно, порублено здесь, на физическом плане Единственное, в чем мы можем развиваться, это в своей психике И вот в психике мы можем развиваться, как оказывается До бесконечности Потому что, вот мы дошли до потолка эгрегоров Эгрегоры нас обрезают Не дают прорваться выше А мы бах Разламываем это в скорлупку И растем выше, и становимся уже звездными душами У нас два атмана Два Про один вы все знаете На высоте 150 И он контролирует свои эгрегоры высшими, чистыми, хорошими, духовными Но у них тоже есть свои желания, свои задачи Они всех все равно стремятся под свой гребенок Потому что чем больше у них цыплят Тем зарплата больше цыплят, повыснее считают И энергия, которая будет стричь с этих людей Работающих на эгрегоры Она тоже считается в космосе А у кого больше энергии, тот побеждает И получает больше зарплату У него больше ареала расселения Больше там эгрегорные силы К нему более уважительны другие эгрегоры В общем у них тоже своя идет такая Можно сказать Такая вот эволюция эгрегора А мы Если превосходим эгрегоры Постепенно, конечно С помощью как раз индивидуального подхода Да, вы можете сказать На какой-то момент, на начальный момент Вы скажете Ну что такое? Ну получили посвящение, наработали Там качаем энергию Ну что? Ничего не происходит Я не вижу Вот внешне у меня тут гор золота не сыпется Я тут не стал бессмертным Тут же Если голову отрубят, ее отрубят Я не Дункан Маклауд И как бы внешне Физически сложно отличить человека Но психическое поле перестраивается Оно начинает, как мы говорим Как оператор духовных космических каналов Оно начинает автоматически Раскручивать торсионное поле пространства То есть к нему начинают притягиваться Другие такие же энергии И из внешнего пространства И из внешнего пространства По поверхности души родственные Те же души, с которыми Общие программы Раньше были И не только на этой планете Те же души, которые в будущем Ну которые стремятся к самопознанию К саморазвитию Вот эти души Будут развиваться вместе В одной системе То есть как звезда склеивается Из многих частиц Так и здесь Получается, что люди Работающие духовными практиками Чисто духовными Качественными Они создают фундамент Для нового человечества Как раз человечества Которое не ограничено Только планетой Земля А почему? А потому что оно многомерно Структура человека Многомерна И вот я вам про верхний отман сказал А вот мы только в этом году обнаружили Только вот в 2021 году Что у нас два атмана И как это было обнаружено? А то, что первый атман Он под контролем эгрегоров На третьем божественном Владыке карме управляет Если ты прорываешься на уровень четвертых богов Батхисатфы Или дальше на звездных богов И стабильно там стоишь Висишь Тогда Ты видишь, что тобой уже эгрегоры планеты Не управляют Ты становишься сам Ну как бы сам управляющим Ты становишься уже сам богом Который свою волю может направлять куда хочет Тебе уже эгрегора не указ У тебя свобода появляется Карма Свобода кармическая И интересно, что эта свобода кармическая Она не заканчивается планетой Земля Потому что Еще раз повторю Второй эгрегор Это Он висит Второй Второй атман Звездный атман Висит На высоте примерно 2000 километров Над землей На уровне планетарного Ясного света А планетарный ясный свет Это уже связь С источниками Происхождения Всех матриц Идеи И так далее Это уровень Выше брахма Брахма Производитель Помните Матрица Мир брахмы Ну вот в диагностике Кармист Что я читал Производятся идеи На уровне брахмы А брахма Посылают уже В поля лотоса В поля лотоса Это галактики Галактики Уже производят Звезды Планеты Души В физическом смысле В виде энергии Текучих энергий На уровне брахмы Все неподвижно Там идеальный Как бы мир Там ничего не происходит Там просто Находится Зона Создания Идей Будущего Мира Вот Такие дела Короче Мир очень интересен Богат и разнообразен И он не заканчивает Столько поверхностью Планеты Земля Поэтому Какой путь А все равно Путь Все равно Самый Стандарт Нужно начинать С первого шага Даже если ты Планируешь Стать Буддой Через 10-20 лет И улететь В галактику Андромеды Все равно Тебе нужно Начинать С первого шага А первый шаг На планете Это все равно Получаются Вертикально Открытые Духовные практики А почему Нельзя брать Сковородки С крышками Потому что Если обрубленная Система Она тебя держит Под эгрегором И зомбирует Чтобы ты не выскочил Объясни Что такое Сковородки С крышками Сковородки С крышками Это вертикально Замкнутые Эгрегоры Которые Контролируют Своих адептов И не позволяют Им прорваться Выше Них самих Ну выше 150 километров Над поверхностью Сознания То есть душа Которая Душа Которая умирает Идет На Богов Встречается Там На суде души В раю В раю В раю В раю В раю Встречается И ей говорят Ну ты хорошо послужила Даем тебе время отдохнуть 100 лет отдохни Потом дальше Мы тебя отправим Опять на работу Вот Это сковородки С крышками Положительные Даже положительные Все равно На планете Контролируются Эгрегорами Положительные Религиями Этносами И так далее Народами Народными Этносами Родовыми А без крышек Это вертикально Открытая система Которая развивается В бесконечность В идеальные миры В звездные миры И так далее И создает из человека Как раз архетип То есть Будда Буддхисаттва Будда Может слышать Такое название Будда Буддхисаттва Это Кати Боди А это Боди Несенсорические Которые Не имеют Желаний Стремлений И задач Здесь Это значит Они свободны Полностью Раз они Полностью Свободны Они Вольны Делать Множество Делать С удовольствием Вот если Вас заставляют Идти на работу Вам не хочется А тем более Какая-нибудь Не очень чистенькая Работа Палачом Например Не хочется Нам Но приходится Допустим Мы поставим В тяжелом условии Нам говорят Или ты будешь Палачом Или тебя тут же Прикокошено Ну ладно Буду палачом Я буду кокошен Вот Что такое Сковородка С крышкой А свободные Будды Бодхисаты Они с удовольствием Трудятся Наслаждаются Своим творчеством Вот когда Мы с вами Наслаждаемся Своим творчеством На планете Земля Ну вот Каждый Своим Кто-то Поет Кто-то Танцует Кто-то Рисует Кто-то Мантры Читает С удовольствием Медитирует Улетает Высоко Вот это И есть Процесс Приближения К состоянию Бодхисат Или к состоянию Богов Вот такая Вот игра Продолжение следует